Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. Продолжается утро на Болткоме и наступает время вот личного утра. И сегодня в нашей программе российский театральный деятель, менеджер, руководитель и генеральный директор национальной театральной премии фестиваля Золотая Маска и директор Государственного театра нации в Москве Мария Евсеевна Ревякина. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Наверное, с Золотой Маски мы и начнем, поскольку фестиваль уже вот-вот в Риге стартует. И, конечно, я понимаю, что в этом же году Золотая Маска отмечает 25-летие. И 14-й раз мы имеем счастье познакомиться с лучшими театральными работами России в Риге. Это каждый раз большое событие. Вот, может быть, несколько слов о том, что вы привозите и насколько этот год, ну вот, насколько он отличается, насколько он особенный. Ну, этот год действительно для нас очень важен, потому что в такой большой стране, как Россия, вот этот придуманный еще Ульяновым, Михаилом Ульяновым, и тогда оно называлось Российское театральное общество-фестиваль, и поддержанный Министерством культуры сразу вот со дня основания, тогда был еще министр Михаил Швыдкой, он, конечно, важен для всей страны, потому что это все-таки такой объединяющий ресурс. Это то, что дает возможность нам всем театральным деятелям, всем, кто работает в сфере театра, чувствовать себя единой такой командой, единым сообществом, что очень важно. Потому что в год, когда, в 94-м году, когда он был придуман, и он был только московским в начале первый год, и основной как бы слоган, который придуман был тогда «Профессионал и профессионалом», то есть сегодня условно сужу тебя я, а завтра ты, потому что в зависимости от того, кто будет отобран на фишу. А затем уже на следующий год было принято решение, что все-таки надо делать его российским, потому что была стагнация, не было гастролей, очень плохо ходил зритель, это был такой определенный конец XX века. И сейчас вот 25 лет этот большой фестиваль с самыми различными программами, и нам очень важно, что мы к своему юбилею пришли не просто с хорошим контентом, а очень таким разнообразным, потому что кроме конкурсной программы, которая вот у нас 31 октября, мы сейчас объявим афишу, эксперты объявят афишу, это основной стержень фестиваля. Есть проекты, которые сопутствуют фестивалю, они не менее важны, такие как внеконкурсная программа «Маска плюс», «Детский уикенд», куда тоже отбирают только эксперты, потому что это все на основе отборов экспертного сообщества. Как в спорте ведь, простите, бывает ведь, есть высшая лига, низшая лига, ну более низкие лиги, вот региональные, например, театры, они не находятся ли в другой лиге, ну вот по сравнению со столичными, известными театрами? Вот как раз в связи с тем, что вот такой экспертный отбор, это способствует тому, что у нас нет резервации для региональных театров и существования отдельного пулы для столичных театров. Именно возможность отбора и попадания наряду со спектаклями Большого театра, спектаклей Пермского, Екатеринбургского театра в афишу, наряду с Амхатом спектакли из Омска, из, вы даже не знаете, таких городов, города Шарыпово, Красноярского края, это очень маленький город, там, с, по-моему, достаточной населения, или там из поселка Мотыгина, где есть чудесный, чудеснейший театр, совсем маленький и так далее. То есть вот это наравне, да? И плюс ко всему вот то, что я сказала, внеконкурсная программа, когда наши эксперты дают возможность и отбирают спектакли, которые, ну, допустим, не добрали голосов в основную афишу, или они интересны вот каким-то своим особым начинанием, особым значением для театральной культуры. И в этой внеконкурсной программе, которую мы проводим до конкурса, до начала основного конкурса, у нас есть прекрасная история, когда все спектакли, которые попадают в эту программу, они обсуждаются. То есть зрители могут оставаться, остаются, очень много остается. Есть прямо вот зрители, которые ходят целенаправленно и ждут, и пишут, когда вы начнете продажи на «Маску плюс», они обсуждают вместе с актерами, режиссерами этот спектакль. Ну, это невероятно интересно слушать. И с детьми тоже, кстати. А дети иногда такое выдают, так интересно говорят. Говорят, вот поэтому вот эти две сопровождающие. Потом мы уже вот шесть лет делаем проект, называется «Золотая маска в кино». Что это такое? Мы отбираем, скажем, три спектакля номинированных, да, вот после объявления афиши, или добавляем туда еще какие-то спектакли прошлых лет лауреаты. И мы проводим профессиональную съемку спектаклей. Ну, наверное, если вы помните, были тогда еще, в прошлом веке, такие передачи, когда, и у нас есть благодаря этому архив, да, ну, прямо в России есть архив прекрасных спектаклей, где есть такие корифеи, просто сцены уже. Телеканал «Культура», по-моему, показывает. Да, да, совершенно верно. Вот мы снимаем спектакли, и по договору «School Connections», такой организации, которая занимается дистрибьюцией, показываем в самых различных городах России. То есть зрители из самых отдаленных уголков могут посмотреть спектакли «Могучего», «Кулябина», «Тимофея». Более того, например, в каких-то городах уже кинотеатры работают как некие дискуссионные клубы, то есть то же самое обсуждение спектакля после показа делается. То есть мы даем возможность расширить зрительскую аудиторию и людям, которые не могут прилететь в Москву, не то что там на месяц, на три дня не могут, чтобы посмотреть, да. Все-таки это большие деньги. Вот даем возможность вот такого. «Золотая маска» в кино, она у нас проводится ежегодно. И единственное, что это очень дорогой проект, конечно, потому что снимается это как минимум в шести камер, это должен быть режиссер, если это прямая трансляция, онлайн-трансляция, это подача сигналов в те кинотеатры, где они принимают сигнал. И есть еще отдаленные трансляции, то есть с удаленным уже доступом, когда мы ведем повторы. Вот для нас это такой очень проект важный. Есть проект после того, как мы заканчиваем фестиваль, в середину апреля вручаются маски, и мы отправляемся в наши регионы, в наши города. Россия в самые разные. В этом году, вот в связи с юбилеем и годом театра, у нас очень большое количество городов, 18 городов, и у нас вся наша команда в командировках. Там вот часть в Эстонии, часть в Латвии, часть в Петрозаводске. Сейчас вот мы в Муртию полетим, потом у нас в ноябре Стамбул, еще Петербург. И, в общем, очень-очень большая Череповец, еще Костомукша, вот такие города. Да, но 19-й год он объявлен годом театра в России, и маска приезжает в Латвию в 14-й раз. Маска приезжает в 14-й раз. И Резекне также увидит золотую маску. Да. Расширяйте границы. Расширяем границы. Вот вчера мы говорили об этом в Эстонии, о том, что как раз первый у нас, самый зарубежный проект был 15 лет назад, когда Светлана Янча, которую вы знаете, наш партнер в Эстонии, она приезжала на Russian Case. Russian Case у нас проводится ежегодно в рамках основного фестиваля. Для наших иностранных партнеров есть тоже отдельный отбор самых различных спектаклей, включая премьерные, новые совсем. И предложила провести маску вот в Эстонии, в Таллине. Мы ее провели. После этого Юлия Лочмеля говорит, а почему в Эстонии, давайте с нами. И вот мы не успели оглянуться, что в Эстонии ему 15 лет, в Латвии 14. С трудом верится, что вообще такое время прошло. И нам, конечно, очень интересно привозить сюда спектакль, потому что, во-первых, это другая публика. Во-вторых, очень интересная реакция. Она совершенно разная в зависимости от контекста, от все-таки географии, от менталитета людей. Так же, как и в регионах она тоже совершенно другая. И интересно, когда мы обсуждаем эти спектакли, очень хорошие, мне кажется, образовательные программы, которые мы стали делать, и встречи с режиссерами. И вот только что сейчас мы провели в октябре в Таллине такую небезынтересную программу. То есть были отобраны 20 пьес российских драматургов, молодых ребят, и мы их предложили нашим коллегам из Сталина, из Русского театра, значит, для эстонских режиссеров. Были отобраны из 20 – 10, из 10 – 5. И эти 5, вот они сделали эскизы постановок по 5 этим пьесам. Это безумно интересно. С обсуждением, с битковыми залами зрителей. Это в Эстонии, да? Это в Эстонии. Но вот мы с Юлей как раз обсуждали, Юля туда приезжала, что на следующий год мы сделаем более расширенную программу здесь. А как же мы, да, вот я хотел вам сказать. Да, может быть, даже это уже будут постановки, да, потому что всё-таки вот такой кровоток, обмен идеями, и драматургия очень интересно развивается в России. Молодых ребят очень молодые, много пишут. У нас даже в «Маске» появилась новая номинация за лучшую работу драматурга. Раньше этого не было. То есть, если в конкурс отбираются спектакли, поставленные по новым пьесам, вот написанные там последний год, то может быть присуждена номинация «Лучший драматургу». И это очень такой хороший двигатель. А есть какие-то спектакли, которые, ну, невозможно вывести, я не знаю, там, по количеству актёров, декораций, то есть, ну, вот то, что можно смотреть только в самом театре? Вы знаете, ну, вот у нас за всю историю была такая история, был такой случай с «Казанской оперой». Мы не смогли привезти опера, просто невозможно было поставить. Естественно, с «Маринкой», когда они построили новое здание, то там такие размеры сцены, что даже на историческую сцену большого спектакля не вставало. И у нас жюри ездило туда. А вот в этом году мы проводили, мы начинали как раз свой юбилей год театра в январе столетия МБДТ, Большого драматического театра в Станогово, который у вас будет со спектаклем. Вот, и они будут сажать деревья. Вот здесь у вас тоже самое уже традицией стало. Мы не смогли привезти три толстяка Андрея Могучева. У него есть такая идеология, потому что адаптировать ни к одному театральному зданию это было невозможно. Поэтому мы тоже привезли жюри туда, но мы сняли этот спектакль, и на сайте «Маски» он находится до конца года. То есть любые люди могут зайти на сайт, посмотреть этот спектакль, он снят. Вот, и, собственно, Андрей Могучий как раз следил, как его снимали, потому что он как режиссер очень такой трепетно относится, очень взыскательно. Но фестиваль откроется 19 октября. Обещание на рассвете, кажется, да? Да, обещание на рассвете. История как раз такой безоговорочной любви матери-одиночки к своему сыну. В Ромену Гари, да, в Фоминиту. Да, да, да. И он будет показан в трёх городах. У нас в этом году впервые мы в город Резекне едем. В Венспилсе будет и в Лейпай. Ну, в Лейпай и в Венспилсе мы бываем ежегодно. И вообще очень здорово то, что мы начинали только с Риги, а сейчас мы уже в разных самых городах. И вот он три раза будет показан. Там играет изумительная актриса Саша Русуляк, Александра Русуляк. Мы её обожаем и любим. Она чудеснейший человек и актриса. И очень приятно, что это театр Пушкина. Потому что в театре Пушкина вообще как-то интересно. Очень много постановок интересных. Они неоднократные номинанты. Я не знаю, привозили ли мы к вам добрый человек из Сизуана. Вот не помню уже. Потому что за эти годы 122 раза встретились зрители Латвии с нашими артистами. 122. Это очень много. 122 показа. Вот. И как раз здорово, что вот таким трогательным, умным спектаклем мы начинаем. Вы сказали о том, что публика дискутирует, обсуждает. И латвийская публика отличается в какой-то степени. Вы говорили о том, что в регионах, может быть, и в столицах также есть отличия. Многие режиссеры как раз говорят о том, что очень важно даже не восприятие в момент спектакля, а послевкусие о нем. Вот каким оно должно быть? Это индивидуальные все-таки ощущения? Мне кажется, это очень индивидуальное. На самом деле, если послевкусие остается, если... Ну, вы, наверное, по себе знаете. Если вы визуально этот спектакль вспоминаете, если он в вас живет, значит, ну, он точно вас затронул. Вот мы вчера как раз говорили с одним из наших партнеров Театра нации. Он вчера был на иранской конференции. Это новый спектакль, выпущенный по пьесе Ивана Варапаева. И я, может быть, забегаю вперед, открывая тайну, но мы планируем его привести на следующий год. И это очень необычная пьеса, где, собственно, происходит все в виде действительно конференции. Когда вы присутствуете как зрители, вы сидите в зале, а на сцене идет конференция людей из самых разных стран, которые рассказывают... Она называется иранская конференция. Но почему-то они... Все люди, которые представляют разные страны европейского сообщества, разные, они, ну, не говорят об иране. Только в финале, когда выходят представители ирана. Называется иранская... Но это я не буду вам рассказывать, что ничего интересного. И вот мы с ним вчера созванивались, он говорит, ну, какой же спектакль замечательный. Ну, какая публика? Вот кто-то отвлекается, кто-то в телефоне, говорит, а что вы хотите? Публика разная. Спектакль сложный. Это надо слушать, это надо внимательно слушать. Потому что никто там песни не поет, понимаете, анекдоты не рассказывает. А это нужно слушать и улавливать все то, что идет со сцены. Поэтому... Но это спектакль запоминающийся, понимаете, очень. Или, если вы видели рассказы Шукшина, вы помните, да? Да, конечно. Ну, это прям бестселлер уже 10 лет. Не знаю, даже переплюнуть сложный спектакль. Я как раз вспоминаю слова Томаса Ману. Он говорил о том, что искусство должно говорить о добром и трудном. Вот, наверное, в этом есть высшая такая цель и театр в том числе? Ну, безусловно. Плюс ко всему, понимаете, любой спектакль, какой бы он ни был, блестящий, или он там без звезд спектакль, скажем, обычный спектакль, сложный спектакль. Он всегда рождается только в определенной аудитории. И если зритель... Зритель же соучастник спектакля. Без зрителя спектакля нет. Если зритель не понимает и не подключается, чья в этом вина бывает и зрителя, бывает то, что актеры не дотягивают или не вовлекают зрителей в это поле. Всякое бывает. И спектакль каждый раз рождается в этом новом месте. В этом его уникальность. Потому что все-таки на пленке, когда фиксирована история, она уже не вызывает таких эмоций. Ну вот, кстати, в Риге сейчас проходит в театральном нашем мире немаленький скандал. В театре Дайлас актеры взбунтовались против своего художественного руководителя. А суть конфликта, ну вот я могу вкратце, в том, что театр пошел по пути наименьшего сопротивления. То есть, стал ставить пьесы как антрепризные спектакли. То есть, там минимум актеров, минимум декораций. Но при этом какая-то очень веселая абсолютно тема. Залы полны. То есть, как будто бы театр набирает, собирает зрителей. Но актеры были крайне недовольны тем, что они не могли реализоваться. И вот это конфликты. Вот что все-таки важнее для театра? Собирать залы, как бы вроде... А режиссер говорит, смотрите, все билеты проданы. Люди идут. В чем проблема? В какие ваши претензии? Вы знаете, ну, продались ничего не могу сказать. Суть я не знаю. Но вообще, понимаете, когда в России, во всяком случае, когда начинают измерять, значит, наш KPI только количеством проданных билетов, это совершенно неправильно. Потому что театр совсем не для этого. Театр не для, как я называю, не для удоев и не для показателей. Безусловно, у нас есть какой-то план, мы должны его выполнять, мы получаем субсидию. Но ставить это во главу угла, чтобы вот нет цифры такая, а если вы меньше, а если у вас посещаемость там меньше, там, условно говоря, стольки-то процентов, значит, вы не дорабатываете. То здесь мы пытаемся все время объяснять, что не на каждый спектакль может быть 99% посещаемость. На какие-то – да, но на какие-то – нет. Но есть сложные спектакли к восприятию. Вот, скажем, спектакль «Утопия», «Берег утопии» был в молодежном театре в Рамте, где стоял Алексей Бородин. Он идет два вечера. Он очень сложный, очень сложный. И требовать, чтобы там была стопроцентная посещаемость нереально. Но его смотреть важно и нужно. Или была такая спектакль «Копенгаген» в Амхате о физиках. Ну, никогда там не было. Понимаете? Потому что, ну, это тоже нужно, понимаете, все время сидеть, чтобы у тебя мозги скрипели, и все время слушать это и соучаствовать в этом. Или не все там, не вся классика бывает так интересна, понимаете? И вспоминаю сразу Райкина. Вот у него была шикарная миниатюра, где он говорил, вот крутит балерина ФОТ, прикрути к ней динамо машину, чтобы она давала ток. Да, отапливала. Да, да, да. То есть вот можно... Нельзя театр перевозить только в цифру. А в чем тогда можно измерить критерии успеха? Вы знаете, ну, вот я говорила в самом начале про экспертизу. Все-таки существует экспертная оценка. И без экспертной оценки, ну, мы можем так докатиться, я не знаю, до мышей, извините. Да, потому что, допустим, если экспертное сообщество в любой сфере, в литературе, в кино, в театре, в той сфере, которая касается искусства, определяет какие-то критерии, плюс ко всему, если зритель ходит, без этого тоже нельзя. Но вот это и есть критерий. Но, собственно говоря, невозможно, чтобы только чиновники это определяли. Потому что у них совершенно другой подход. Все-таки, к сожалению, бывает мало компетентных людей. И здесь нужно разбираться, да, в каждом театре отдельно. Ну, у каждого театра свои задачи. И, безусловно, когда совпадает, когда спектакль талантлив, и зритель приходит, тогда это чудесно и прекрасно. Когда театр выращивает своего зрителя на самой различной продукции, и зритель знает, что он может прийти, и ему будет интересно посмотреть и комедию, и философскую драму, и какой-то детский спектакль, если он еще и ставит. Это тоже здорово. Это большой процесс работы всех служб театра, чтобы вырастить своего зрителя, чтобы театр был интересен. Это уже вопрос и маркетинга, потому что мы живем в другое время. Мы живем во время цифры. Значит, театр должен уметь очень многие вещи делать. Поэтому это такой симбиоз всего. Но говорить о том, что вот в этом театре 90% посещаемости и все, ну, знаете, можно тоже ставить сплошные комедии, все время хохотать, и биток будет. Но сегодня думающий зритель? Мне кажется, да. Да, мне кажется, зритель, ну, во всяком случае, я могу судить по России, да, думающий. Очень много молодых режиссеров, очень интересных, у которых какие-то есть свои точки зрения, интересно смотреть, как они ставят. Вот, понимаете? И, да. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию и продолжим. Микс Ньюс. Продолжается личное утро. Мария Ревякина, российский театральный деятель, генеральный директор «Золотой маски» и директор Государственного театра «Нации» Московского у нас сегодня в студии. Ну, и мы говорим о фестивале «Золотая маска», который вот буквально в конце октября проходит в Риге. И не только в Риге, но мы уже выяснили, что и в ряде... И в том числе, и вот, кстати, пьеса с названием «С училище», она также будет представлена на «Золотой маске», такая история современной карме, ну, в общем-то, такая разносторонняя. И в пьесе будет также использована ненормативная лексика, о чём мы тоже с вами говорили. Вот как вы к этому относитесь? Считаете ли это оправданным? Вы знаете, всё зависит от контекста. Есть такие спектакли, в которых... Или такой текст, из которого очень сложно убрать. Я вот вам только что сказала, ну, вот есть спектакль «Расскажена». Там тоже есть в частушках ненормативная лексика. Это корневая какая-то история русского народа. Вот это вышло из этого языка. Скажем, Пушкин тоже употреблял в своей поэзии, мы это тоже знаем. У него есть часть стихов, где он тоже употреблял это. И история эта с училища, с нижним подчёркиванием. И названа вот так, которая говорит о принадлежности к героине вот таким, как бы, извините за такое выражение, социальным низам. То есть неблагополучная семья, неблагополучная жизнь. Эта девушка встречается с человеком как бы не из своей социальной прослойки. И здесь вызревает любовь и драма. Поставил эту Семён Серзин, выпускник Вениамина Фельштинского, очень прекрасного педагога, соратника Льва Додина. И эта пьеса была показана Андрея Иванова, пьеса молодого драматурга из Беларуси, в 17-м году на фестивале драматургии «Любимовка». А потом пошла вообще по стране сразу. Просто вот такой виток интереса к острой современной драматургии. Это такая, знаете, совпадение настроений и возраст. Энергия такого личного высказывания. И жестокий роман про историю интеллигентной вот этой молодой девочки, которые, ну, жизнь которых не может быть совместной никак. Вот. Затем дальше мы играем Серёжу. Это спектакль Дмитрия Крымова, который вы знаете. Все Диму Крымова спектакли мы привозили. Вот у него как раз только что юбилей был в октябре месяце у Дмитрия. Анну Каренину играет Маша Смольникова. Такая крымовская звезда. Это замечательная актриса, которая подвластна, я не знаю, очень многие вещи. Вот в прошлом году он делал спектакль «Муму» по Тургеневу в Театре нации. Там тоже играет главную роль Мария Смольникова. Этот спектакль по мотивам Анны Карениной Толстого в том же случае, в этом же случае, там он ещё использует и Гроссмана. То есть это непростая история, где два художника работают. И сам Крымов, и его ученица Маша Трегубова. И невероятно интересная. Кто-то это называет как «Полёт бабочки», кто-то ещё как-то. Ну, в общем... Также сразу два спектакля Константина Богомолова ставлены, да? Это мужья и жёны, и слава. Значит, один вот «Слава» — это как раз мы в январе привозили Большой драматический театр, потому что БДТ празднует своё столетие в этом году. И «Слава» — это вот то, чем открылся на столетие как раз осенью прошлого года БДТ. Вообще, эта пьеса Виктора Агусева, если вы помните, «Свинарку и пастух» был такой фильм советский, и, по-моему, «Шесть часов вечера после войны» его пьеса. Он такой был песенник советский, драматург. И его пьеса в 1936 году, вы помните, что это год Большого террора был в стране, в России. И она как раз была выпущена на сцене БДТ. Аккуратно, сколько получается, да? Сколько это лет назад? Это 80 лет назад. Да-да-да, 80 лет назад. Ну, с небольшим. И Могучий решил вместе с Константином Могомоловым ознаменовать столетие БДТ именно этим спектаклем. В своё время, с 1936 года, вот она шла, 200 раз она прошла, это была совершенно аншлаговая постановка, это пьеса в стихах. И она не купирована. Вот как она была с этим текстом, она так и есть. Но, конечно, Богомолов не был бы Богомоловым, если бы он не использовал все свои приёмы. То есть это абсолютный принцип отстранения от текста. Немножко уже это потом напоминает уже прозу из стихи Сорокина, когда вы это смотрите. Там, значит, мужские роли играют женщины, такой немножко травестийный подход, а персонажей молодых, потому что это всё о молодых людях, у которых невероятная энергия, у которых вера в жизнь. Они живут этим, вот в этой идеологии сталинизма, да, они верят в то, что будет со страной. Их играют уже актёры в возрасте. Но при этом они потрясающе это делают. И когда они с энтузиазмом говорят о своём будущем, что вот у них впереди 37-й год, что это будет, как они будут жить, как будет жить страна, конечно, сидя в зале, мы понимаем, что как она будет жить и всё прочее. Но вот этот принцип отстранённости, плюс ко всему то, что он использует очень много кино, то есть как бы театр в кино и кино в театре, вот этот принцип, он, конечно, позволяет по-иному смотреть, и играют они очень искренне, без всякой иронии, да. Но когда вы это смотрите, конечно, к вам приходит совершенно иное понимание всего того, что на самом деле в этой пьесе есть, и в том времени было, и даже что-то переключено. То есть, получается, текст остался прежний, а смыслы поменялись. А смыслы поменялись. Ну, кстати, тот резонанс, который был вызван вот не так давно в средствах массовой информации ввиду свадьбы как раз Богомолова и Собчак, может ли он какой-то повышенный интерес к спектаклю вызвать в том числе, как вы считаете? Ну, мне кажется, свадьбы – это их личное дело. Насколько это влияет вообще в целом? Это было до свадьбы, и он выпустил. До свадьбы. Ну, я понимаю, может быть, здесь речь идёт всё-таки не о влиянии на сами спектакли, а вот повышенное… Интерес в целом, внимание. А я не знаю, как у вас проданы билеты в этом смысле. Ну, да. Так что сложно проанализировать. Ну, и, кстати, есть статистика о том, что 4 всего процента, по-моему, в России 4-6, да, процентов ходят в театры. Это всё-таки вот что говорит? Эта публика всё-таки, она отличается от… Да, население всё-таки большое, да, и если это статистика в общем, я не знаю, сколько, наверное, ну, как бы, наверное, да, это соответствует. Но интерес к театру огромный, залы, в общем, полные, понимаете, и как раз именно сейчас театр является тем местом, куда рвётся молодёжь и люди среднего возраста, потому что интересно услышать то, о чём говорится со сцены. Это же искусство сиюсекундное, да, то есть вот это возникает, и если это интересно, это дальше смотрят. Если это неинтересно, спектакль снимается, то есть языком театра можно очень многое сказать, и сказать это ежемоментно. О сегодняшнем дне, именно, да. О сегодняшнем дне, это интересно. Вы знаете, у нас идёт спектакль Иванов в Театре нации, поставил Тимофей Кулябин, это постановка, не знаю, привозили мы сюда, по-моему, привозили. Это же постановка, в общем, она в современных реалиях, в Иванове, да. Я смотрел, да, да, было, да. Ну, это же невероятно интересно, потому что это Чехов, но вот эти страдания всех людей, которые там живут, это в этом спектакле. Это персонаж, который играет Миронов, но это всё, всё, собственно, про нас. И мне кажется, что вот это важно, собственно, за этим люди приходят. Если есть что-то о том, что может отозваться, да, о том, что живёт в твоём сердце, чем ты беспокоишься, чем ты живёшь, что тебя тревожит, тогда это задевает. То, что резонирует. То, что резонирует, совершенно верно, потому что если это просто костюмная история, ну, вот сейчас вот на Зальцбургском фестивале я слушала оперу «Мидея», которая поставлена замечательным австралийским режиссёром Саймоном Стоуном. Ему 35 лет, но он, по-моему, по всему миру уже стоит, он прекрасный. И эта «Мидея», в общем, это же миф софокловский, да, о том, что с ней происходит. Но что в этой опере, ещё подкреплённой мощной музыкой, конечно, это человек, да, прошедший, собственно, практически как у Софокла, из криминальной семьи. Она в своё время, это современным языком говоря, она совершила преступление, опять же, со своим отцом Крионом, да, то есть не без его участия всё это было сделано. Но когда она влюбляется в Ясона, а затем она вынуждена, как бы всё равно, понимаете, в человеке сидит его прошлое. Оно неистребляемо, да, то, что всё равно элемент убийства, который в этой семье есть, он в ней существует. При этом она не, узнав о том, что он изменяет ей, да, она никак в ней не просыпается. Она любит его, она любит его детей. Но вот эта ломка, которая всё время происходит в ней самой, то, что Крион, а он поставлен тоже современно, не пускает её в страну, её на границе задерживают, на границе пограничники, и не дают ей пройти, не дают ей увидеть детей. Хотя всё равно на один день он ей разрешает въехать, она встречается с детьми, но как она приходит к этому убийству, это очень неоднозначная история, к убийству этих детей. То есть, вот, пожалуйста, это тоже совершенно современная история, как бы о беженке, как бы о человеке с другой, и с другой вот совершенно системы координат. Но, наверное, если бы это было просто поставлено, как бы древнегреческий миф, ну, навряд ли, кроме меломанов, может быть. Ну да, возможность так интерпретировать, она приближается, скажем так. Или вот сейчас, поскольку у нас есть наша зарубежная программа, мы привозим, так сказать, она небольшая, мы называем лучшие зарубежные спектакли, мы привезли спектакль Марталера и того же Саймона Стоуна «Три сестры». Ну, это вообще невероятное было что-то, просто это огромный дом, в котором живет вся эта семья, и это все молодые ребята, у кого есть дети, кто-то там какие-то наркотики употребляет, кто-то что-то, еще что-то. Вот как будто все это происходит у нас. И мы видим в этом доме, они все в доме внутри, и мы видим, как этот дом вращается, и что с ними происходит, как они взаимодействуют, что происходит, как они разговаривают. Все совершенно наши персонажи, вот, 2018 год условно. Кстати, фильм Юрия... И просто молодая публика в зале, она неистов стала, понимаете, она была просто в безумии, что вот такой спектакль. Фильм Юрия Грымова «Три сестры» как раз тоже там, тоже в современных реалиях, и сестрам не по 25, а по 60. И большая тоже критика была в адрес Юрия Грымова по этому поводу. Не видела. Все-таки готово, на ваш взгляд, вот, когда режиссер представляет свои... Вольно обходят со скласски. Ну, даже не то, что вольно, а, можно сказать, свое прочтение представляет классики. По-другому же невозможно. И отходит от каноничности. А как можно ставить, как может случиться что-то, если человек не интерпретирует? Он же все равно как бы это одеяло переносит на себя. Скажем, вот, Римас Тумман поставил блестящий спектакль «Евгений Онегин». Мы его тоже привозили. Ну, он и так прочитал Пушкина. Но это такая поэзия. Или дядя Ваня, которую Римас ставил. Но это тоже совершенно все по-другому. Он просто каждый человек в свою боль переносит в этот текст. На то, собственно, это и становится классикой, когда для нас это важно на сегодняшний день. Вот и все. А если бы он это поставил вот в костюмах того времени, как это было во времена Чехова, а кому это было бы интересно? А современная драматургия, вот как вы считаете, она может стать классикой? То есть, ну вот, или она откликается пока просто на ежесекундный какой-то момент? Вы знаете, ну, я просто тогда приведу параллель. Понимаете, когда-то, значит, Гоголь очень полемизировал с публикой, потому что он называл там свои произведения там мистическими там какими-то драмами, публика не хотела принимать. Или Щепкин не воспринимал пьесы Островского, великий актер Щепкин. Просто не понимал, как можно так описывать купцов, это вульгарно. А Островский описывал то, что он видел. И он прекрасно это делал, да? А Чехова не принимала, он был современный, и Островский был современный драматург, он просто нарушал каноны. Собственно, любой талант он всегда будет нарушать какие-то каноны, всегда будет вызывать бурю, нам, не знаю, ненависти, неприятия до тех пор, пока публика и критика, и публика, и время не приведут это в соответствие. Это вот только такие критерии могут быть. Ведь Чехов, когда ставили Иванова, вот в этом здании, театр Коша, в котором сейчас находится театр нации, это был полный провал. Полный провал, это убийство было. Я думаю, что, наверное, и смерть Чехова, вот это количество стрессов, которые он испытал, и пока он был жив, публика не принимала. Она не понимала, как можно вообще так обращаться вульгарно, как можно так вести на сцене, а сейчас для нас это, ну… Интересно, Вы сказали про Римаса Туминуса, он тоже у нас был в студии, как раз рассказывал, и про Медею тоже, Вы говорите, что из детства было заложено вот это вот такой элемент… Это какая, рок, рок, такая трагедия, рок. То, что тянулось на протяжении, да, её жизни. Вот Римас Туминус тоже говорил о том, что в детстве он часто терял перчатки, постоянно терял, приходил домой, его ругали за то, что он приходил без одной перчатки. Он говорил, что сейчас каждый раз, даже там в спектакле у него есть снежный ком, если я не ошибаюсь, в маскараде, по-моему, у него снежный ком. Есть, да, они всё время накатывают. Да, и он говорит о том, что вот в этом снежном коме я и пытаюсь найти свою перчатку, ту, которую я терял в детстве. То есть вот это вот то, что тянется с тобой на протяжении всей твоей жизни, в том числе и выражается и на сцене, как проявление твоего таланта. Да, да, да. А вот экспертные советы, если говорить про экспертов, как Вы думаете, нет ли такого, что всё-таки, вот как Вы приводили пример Щепкина с Островским, что, может быть, не видят, ну, могут ли с нынешнего современники не видеть, не понимать каких-то вещей, которые там лет через 50 станут очевидными? Вы знаете, мне кажется, всё-таки, что мир сейчас так развивается и уже выхода нет, навряд ли. Просто мне кажется, вот объясню почему. Вот смотрите, в среднем в России производится, грубо, за сезон театральный, ну, 5000 спектаклей, ну, пусть 6000 спектаклей, да, потому что всё-таки очень много театров, там, 680 театров, это только государственных. А есть ещё негосударственные театры, есть частные театры, независимые театры и так далее. То есть их гораздо больше. И, скажем, мы просим театры отправлять заявки, потому что невозможно же, понимаете, отправить 10 человек в Хабаровск на 5 пьес, да, на 5 спектаклей новых, которых они сделали. Поэтому каждый театр определяет сам. Вот что он считает самым интересным у них возникло. И они же не ошибаются в этом, они тоже понимают. Потому что каждый театр выполняет свою утилитарную задачу, вот о чём мы сейчас говорили, да. В театре, если при наличии труппы нужно ставить комедию, чтобы всё-таки, да, были сборы, был интерес, нужно ставить, иногда занимать труппу и какую-то часть труппы, которая не занята, чтобы не было всяких бунтов. Нужно для стариков что-то придумать и нужно для молодёжи. И вот среди этих спектаклей вдруг появляется талантливая работа. Вот театры подают заявки. И наши эксперты грубо в среднем за год отсматривают порядка тысячи. Это много. А из тысяч они выбирают порядка семидесяти. Понимаете, то есть вот такое сито отбора большое, да, что пропустить что-либо невозможно. И ещё вот эта внеконкурсная программа, где они считают, там уже ещё другие эксперты к ним подключаются, что можно было бы показать, что является очень интересными какими-то тенденциями сезона. То есть мне кажется нет. Мне кажется нет. Другое дело жюри, да. Вот для жюри, которое потом отдельно, это отдельные жюри, туда входят в основном только практики. То есть это уже не критики, а это режиссёры, хореографы, сценографы, художники по свету, драматурги. То есть все театральные профессии. Вот когда они смотрят эти семьдесят спектаклей и там триста номинантов, то понимаете, выбрать из десяти режиссёров, самого лучшего режиссёра, это уже иногда процесс лотереи. Это как пройдёт голосование. У них оно тайное. А эксперты в открытых всё обсуждают. А были случаи, когда вот вам казалось, что всё-таки вот жюри что-то приглядело вот в этом году, не досмотрело? Нет, не эксперты, это разное. Нет, я имею в виду именно жюри. Конечно, есть люди, которые обижаются. Ну а как, вот понимаете, даже мы возьмём вот режиссёров там Богомолов, Крымов, Серебренников, Женовач, Туминос. Ну вот у них очень разные спектакли, да? И иногда вот этот выбор в сторону, путём вот голосования такого, да, он бывает довольно, ну, разброс, да, такой. Поэтому здесь для нас самое главное – это афиша всё-таки, афиша. Вот понимаете, сгусток того, срез того, что произошло за театральный сезон. Вот. Конечно, здорово, когда появляются лауреаты, и это, в общем, на всю жизнь, конечно. Но само номинант фестиваля, номинант маски, это, мне кажется… Ну вот мне раз хоть и звучали предложения оставить маску в статусе фестиваля и убрать конкурс. Это обсуждается сейчас? Ну, это периодически возникает, периодически обсуждается, понимаете. Но всё-таки мы считаем, что не надо этого делать, потому что если у нас не будет такого конкурса, то и фестиваля может не быть. Потому что, понимаете, скажем, столичные театры, им это очень интересно. Да, столичные театры, могут сказать, ну и не надо тогда, да. Значит, а нам интересно, чтобы это было всё поле, чтобы всё поле театральной России в этом участвовало. Потом, понимаете, ну, уже само участие в фестивале – это огромный-огромный плюс. У нас даже сейчас существует лон-лист. То есть, вот, ну, я ещё раз говорю, что театров много. И из этих 680 театров государственных, плюс там за сотню независимых театров… Они тоже принимают участие? Любые, любые театры, любые. И сейчас, кстати, независимые театры номинируются, их достаточно много. Потому что сам театр изменяется. Понимаете, ведь кроме театра сценической коробки итальянской, к которой мы привыкли, театр же вышел за пределы коробки уже давно, есть иммерсивный театр, есть сайт-специфик театра, где спектакли проводятся в каких-то помещениях вообще неприспособленных. Вот сейчас вышел спектакль Забиида, Олег Долин, режиссёр, он вообще играется во дворе Рамта, во дворе, он не играется внутри нигде, да. В электротеатре то же самое. В Ростове сейчас лауреатом стал спектакль «Бродилка» по улицам Ростова и так далее. Это очень много всяких различных форм, потому что время меняется, понимаете, люди меняются. И понятно, что театр может быть везде. Вот в этой комнате можно что-либо сделать. И это, возможно, будет очень интересно. Поэтому в связи с изменением таких форм, конечно, и попадание в афишу, оно бывает самым многослойным. И для жюри бывает очень тяжело, им тоже приходится очень-очень много смотреть. Есть разные формы. И вот, например, одна из тоже таких, наверное, форм интерпретации, это когда зритель в театре в течение часа, условно, слушает тишину. Ну, да, облачание на заданную тему, да. Вот Дима Волкострелова, да, который кто-то ругает, кто-то в восторге, кто-то очень любит. Очень разно. Но помните, Треплев говорил, нужны новые формы. Нужны новые формы, хватит, вы уже, в общем, все заняли это пространство. Театр вообще испытывает ли какое-то давление новых технологий? То есть не убьют ли, не знаю, интернет, условно говоря, какие-то, может быть, там, 3D-реальности? Испытывает, а как же. Конечно, все поменялось. Поэтому все чаще какие-то жанры миксуются. У нас, например, очень сильно разрослась, есть такая номинация «Эксперимент». Вот в афише этого года, пока еще не сформированы, я просто посмотрела списки спектаклей, которые смотрят эксперты, но это просто дикое количество. То есть это то, что ни к драме нельзя отнести, ни к музыке нельзя отнести, ни к кукольному театру, ни к опере. Это микс, да. И в этом смысле, или это вот такой спектакль, вот, как я вам говорила, сайт-специфики, бродилки и так далее, и так далее. И, конечно, все это размывается. И, безусловно, влияние интернета, и кино, и цифровых технологий. И у нас уже сейчас вот начали говорить о том, что давайте введем номинацию, как у нас есть, лучший художник по свету, лучший сценограф для видеоинженера. Для видеохудожника по видео, вернее, не видеоинженера. Потому что видео очень много используется. А это тоже часть спектакля составная, художническая. Вот. Ну, поэтому меняется, и театр будет меняться, конечно. Театр выходит уже за... Рамки, пределы и границы. Рамки здания выходят, да. Бывают спектакли, такие бродилки, когда по городу, когда, значит, вот в наушниках выходите, и вам рассказывают истории. И вы не знаете, актер это или просто случайный прохожий. Это уже такое шоу Трумана. Это практически или экскурсия просто, да. Ну, там очень такое, вот я помню, что мы в Виньоне первый раз были, как раз такое было. Начинали с кладбища. Вот эту историю. А потом дальше, дальше, дальше. Вот в одном из интервью вы сказали, что в театре сегодня нет цензуры. По сравнению с другими видами искусства. Можно ли назвать театр такой территорией свободы? Нет, я не говорила, что нет цензуры. На слово цензура не звучало в нашем разговоре. В одном из интервью не сейчас я говорю о предыдущих Ваших высказываниях. Цензура так или иначе существует. Понимаете, например, есть закон, запрещающий ненормативную лексику в театре. Цензура такое понятие, наверное, внутреннее для каждого художника. То есть, что художник считает для себя неприемлемым, о чем говорить. Или считает, что он может оскорбить чьи-то чувства. Хотя, ну и, наверное, это возможно. Это, наверное, уже зависит от того, что хочет художник и какие рамки он для себя считает приемлемыми. Кто-то это воспринимает, когда есть, ну, я не знаю, обнаженное тело или еще что-то на сцене. Кто-то не воспринимает. Мне кажется, такие грани, если они не связаны с искусством, а сделаны ради эпатажа, ну, это ни к чему хорошему не приводит. Если все-таки это часть высказывания, она неотъемлемая часть, но все равно мы живем, знаете, в такое время, хрупкое очень, когда то верующие оскорбились, то еще что-либо, то неверующие оскорбились. Но если мы возьмем с вами ситуацию, например, в странах, где ислам, ну, там есть жесткие вещи, которые мы не можем делать, да, европейский театр навряд ли в чем-то будет восприниматься там, да. Но с другой стороны, если ты читаешь, о чем спектакль, ну, не ходи тогда туда, и все. Ну что же, у нас тоже есть рамки, они временные, к сожалению, время закончилось. Мария Ревякина, директор «Золотой маски», директор театра «Нации» Московского ВЛА сегодня в нашей студии. Спасибо огромное. Спасибо. До встречи.